Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в 48-м уроке видеокурса Лендинг Пейдж для начинающих И в этом уроке я хочу вам показать классный виджет, который позволяет делать вот такой вот эффект слоеного текста И сзади идет как бы двойная тень, то есть за буквами идет такой темный цвет и потом идет такой синий Очень классный эффект, цвета можно выставлять любые Давайте перейдем в Adobe Muse и попробуем настроить данный виджет Виджет называется Cursor Shadows Я его из библиотек просто перетаскиваю Muse Если мы сейчас ничего не трогая сделаем предпросмотр То у нас по умолчанию будет вот такой вот текст Давайте рассмотрим настройки Это похожий виджет, если вы смотрели мои предыдущие уроки Был похожий виджет, только с другим эффектом Настройки были похожи В первом поле текст вы вписываете тот текст, который соответственно у вас и будет отображаться с эффектом Вписываете текст, нажимаете Enter Дальше, текст Size Ну это общий размер текста Давайте попробуем сделать 100 Shadows, это у нас тени Оставим пока 30 по умолчанию И у нас еще имеется три цвета Здесь вы можете наглядно видеть прямо в примере Первый цвет белый, это верхний цвет Потом такой светло-зеленый, это у нас следующий цвет И темный такой розовый, последний цвет Вы из списка можете выбрать любой цвет Или же можете здесь выбрать перечеркнутую линию Тогда тот цвет, который вы выбрали, он не будет отображаться Видите, у нас осталось только два цвета Я первый возьму, например, красный Shadow 1 я возьму, например, зеленый Shadow 2 я возьму синий И давайте посмотрим, что у нас в браузере Видите, у нас получается вот такая картина Буквы залазят друг на друга Это потому, что мы увеличили размер Вот здесь вот 100 И нам нужно выделить наш виджет И за маркирочки его немножко растянуть И видно даже в предпросмотре У нас буквы не накладываются друг на друга Видите, сейчас с текстом все хорошо Если вы захотите сделать более такой эффект глубины То попробуйте выставить цвет Shadow 1, Shadow 2 Одного цвета Вот смотрите, например, белый Shadow 2, белый И у нас получается оба цвета белых За счет этого буквы смотрятся жирнее Как бы более видно их глубину То есть можно использовать так И кстати, вот самый такой, наверное, важный момент У вас в голове может возникнуть вопрос А что делать со шрифтами? Ну вот нужно нам шрифт, правильно? Что с этим делать? В настройках шрифта нет А оказывается все проще, чем казалось на первый взгляд Вы мышкой просто вот так вот выделяете данный виджет Кликайте по инструменту текст И в списке шрифтов выбирайте любой шрифт, какой вам нужен Давайте посмотрим в браузере Вот, пожалуйста, я изменил шрифт Это специальный такой шрифт У него внизу рушатся как бы буквы У нас буквы залезли друг на друга Потому что этот шрифт, у него более крупные буквы Чтобы они так не налазили, вы уже знаете, что делать Либо растягиваете виджет, либо здесь уменьшаете размер Вот таким вот образом Надеюсь, виджет вам понравился А если он вам понравился Под этим видео ссылка на мой сайт Перейдете и скачаете себе этот виджет На этом я с вами прощаюсь Увидимся в следующем уроке Наверное, трудно представить себе Современный лендинг пэдж, сделанный в Adobe Muse Без сторонних виджетов А где же их взять, спросите вы Специально для вас я подготовил пак Качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас Всего в 2 клика вы сможете скачать Абсолютно бесплатный, потрясающий виджет Например, меню для мобильных устройств Несколько вариаций мобильных меню Уникальные слайд-шоу Всевозможные эффекты с текстом Круговой прогресс бар Маска с текстом И многое другое Чтобы скачать виджеты Перейдите на мою страничку Адрес, который вы видите у себя на экранах Просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик И нажмите на кнопку Забрать виджеты К вам придет письмо С подтверждением вашей электронной почты Обязательно подтвердите Иначе виджеты не придут к вам на почту Второе письмо придет к вам автоматически Где вы сможете скачать 121 виджет Делайте лендинг пэтч Делайте их круто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok